Более тысячи человек. Столько мирян состоит в норвежском приходе святой Анны Новгородской. На двух тысячах километрах в десяти городах проживают наши соотечественники и коренные жители страны, испытывающие потребность в богообщении и пришедшие в православную церковь. Всего в Норвегии три православных священника, поэтому батюшкам приходится ездить по обширным территориям, чтобы духовно заботиться о пастве. Подробности далее. Да, в этом месте особенно вспоминаешь старый фильм о временах викингов, совместный норвежско-советский. И на камнях растут деревья. И вот в этом месте особенно четко видно, как дерево может даже на каменистой почве прорасти. И нам это дает надежду, что на каменистой почве нашей души Господь чудесным образом устроит наше спасение, наше возрождение. О том, как сложно прорастать на каменистой почве, отец Александр знает не понаслышке. Ведь он служит в стране долечия, где православное присутствие в его новейшей истории находится на начальной стадии своего развития. Православные приходы во многом состоят из тех, кто, переехав на чужбину, начинает острее ощущать потребность в молитве и приходит в православную церковь, а значит и в ту традицию, в которой жил до переезда за границу. Но в силу отдаленности мест служения друг от друга, отец Александр по несколько недель находится в пути, захватывая иногда два-три города. Пути Норвегии, конечно, пересекают многие фьорды, но и горные реки здесь не редкость. И когда из одного города в другой переезжаешь в наши общины, то часто не можешь не остановиться, чтобы запнуть свежий воздух и взглянуть на эту мощь, эту красоту, это поразительное чудо. Сейчас в Норвегии в собственности русской православной церкви только три храма. Поэтому сложилась такая практика, что общинам почти везде приходится снимать в аренду богослужебные помещения, католические или лютеранские церкви. Деревянные храмы Норвегии, большие или маленькие, встречаются очень часто вдоль путей дорог, в самих городах, как в Транхеме. Вот и здесь, в этом ущелье, мы видим такую маленькую церквушку, уютную, где можно вознести молитвы Богу. Сведения о самой первой церкви в этой живописной долине относятся к 15 веку. Нынешняя крестовоздвиженская церковь, расположенная в центральной части долины Раума, построена в 1797 году. Церкви Норвегии, они отличаются от наших, но при этом многое похоже. Часто форма креста, она описана в сечении храма. И эта церковь деревянная в ущелье Раума, на пути из города Думбос, в сторону Алисунда, где наша община. Эта церковь прямо при дороге, в окружении мощных вершин, которые нависают сверху и возносит свой остроконечный шпиль в небеса. Прихожане отца Александра – это люди, ищущие в церкви единство жизни с Богом и своими единоверцами. Также свою задачу в Норвегии приход видит не только в духовном окормлении русских православных, но и в том, чтобы являть русскую православную духовность и культуру норвежскому народу. Кроме того, в Норвегии немало святых мест и паломнических маршрутов, которые могут быть интересны православным во всем мире. Это путь святого Олафа Норвежского, остров Силье, где проживала и завершила свой жизненный путь святая Суннива Норвежская, а также пещера преподобного Трифона Печенекского, находящаяся в скале напротив мыса Эльвенос.